Господа, всем огромный привет! Меня зовут Женя, вы на канале Ямыч. И сегодня супер-мега-классное видео, а точнее эксперимент по поиску работы. Если раньше я рассказывал в своих видео о том, как нужно искать работу на сайтах по поиску работы, то в этом видео эксперимент я вживую беру себя в руки и хожу по рабочим местам в поисках работы. Короче, присаживаемся, а я начинаю. Друзья, начнем с того, что попрошу вас просто об этом видео рассказать своим друзьям. Либо просто можно обо мне рассказать своим друзьям. Не стесняйтесь, не скрывайте меня. Пожалуйста, поделитесь мной, моей ссылочкой на своей страничке. Расскажите обо мне, потому что я делаю действительно, как я считаю, полезный контент. И если это правда для тебя, то, пожалуйста, поделись. Первым этапом в поиске работы было планирование. Первым делом я открыл карту Кракова и начал вокруг себя изучать все вокруг меня находящиеся автосалоны. Почему именно автосалоны? Я в Минске работал как мастер-приемщик, то бишь сервисный диагност, в сервисе Mercedes-Benz. То есть я с этим связан, я связан с машинами, у меня автомобильное образование. Это мне интересно. Поэтому в этой сфере я, в принципе, решил копать. Я открыл все сервисы на карте, обозначил их точечкой, которые мне были интересны, и решил по ним ходить. Заранее составил логистику у себя в голове, чтобы ничего не упустить. Ну и, короче, дальше об этом буду рассказывать. В чем суть поиска работы в этом видео? Я беру себя в руки, беру в руки свое резюме, свою харизму, польский язык, и иду напрямую к работодателю за поиском работы. Прихожу к ним, спрашиваю, нужны ли им сотрудники, пытаюсь пообщаться и вывести кого-то на беседу, на диалог и прям, может быть, даже на интервью. О чем вы узнаете позже, потому что у меня действительно одно интервью состоялось. Поэтому видео обязательно досмотри до конца. Что касается первого сервиса, куда я пошел, это был сервис Fiat Jeep. В этот сервис я приехал, это был первый сервис, и мне было дико страшно идти. Это в чужой стране, куда-то нужно приходить. Я так работу никогда не искал, что с кем-то общаться, начинать диалог. Ну, короче, я собрал себя в кучку, и вот что получилось. Иду я в салон Fiat. Fiat Jeep в одном здании, я думаю, это одна контора. Ну, короче, ща посмотрим, как это будет выглядеть. Что касается первого сервиса, я думаю, что с кем могу поговорить о работе. А на каком стадии? Каким матчем? Просто, если я был в Беларуси, в Минске я работал как дародца сервисовая, а потом я работал как диагностя, ну и могу работать как дародца, как диагностя, но все зависит от того. А как можно проверить, когда будут? Мели-мели? Учебы приедут. А я-то можно исправить? На ООО легче. Первый заход и сразу же, скажем, первый отказ. Было и так сложно подсобраться, но я захожу, мне говорят, что у нас полный комплект, и было очевидно понятно, что в принципе они ничего даже не узнавали, они просто между собой пообщались, ведь ему сказали, что пришел какой-то чувак, что-то хочет, давай мы просто отправим его. Они не взяли у меня ни резюме, они скажут, что они работу размещают только на OLXPL, и больше никакой информации, потому что я считаю, как минимум могли бы взять мое резюме, но в принципе это я так считаю. Но идем дальше, это был только первый сервис, на этом я не расстроился, не заплакал, решил идти дальше. Вторым заходом был у меня сервис BMW и мини в одном лице. Я пришел в лакшери, все мы любим лакшери, и я работал в принципе в Минске в салоне премиум, и для меня даже просто войти в салон, понюхать этот запах, который был в салоне, потому что запах роскоши, дороговизны в этих салонах, он примерно везде одинаковый. И я прям получил флешбэк обратно в Беларусь. Ну в общем, я зашел туда, и вот что получилось. Ну что до конца, там есть я у сервису, если у вас есть такие квалификации, то можно подъезжать на этот дом и попросить о сцегуле. Хорошо, спасибо. Добрый. Вшокам работы. С кем-то могу поговорить о работе. А на какое состояние? Ну, я в Беларуси и в Минске работал как дародист сервисовый, работал как диагност. Ну, хорошо. Ну то в сервисе работал. Да, но только электроничный. Электроничный. То может вам присылать ее до нас на скринку им, как я передаю ее передачу. А может мне написать на какие емэл? Ну, конечно. Вот здесь. Адрес имейл. И на этот адрес имейл может вам присылать си-в, который будет присылать к сервису. Окей. Или, может, по ней в Е. Ты же хочу кого-то. Ты раз. Нет, это нахер, но не вам такие информации. Окей. Окей. Спасибо. Спасибо. Уже первый результат. Меня не послали. Мне сразу не отказали, а взяли мое резюме. Точнее, дали почту, куда я скинул свой электронный CV. Буквально стандартные вопросы задают на рецепции. На какой вы хотите быть позиции. И, в принципе, на этом все. Потому что они ни за что не отвечают. Я знаю структуру автосервисов. Я знаю, что девчонки, которые сядут на рецепции, они просто обслуживают клиентов. А какие-то серьезные вопросы им нужно эскалировать куда-то наверх. За это они не отвечают. В принципе, я не ожидал от них ничего. Но, в принципе, уже неплохо то, что они обещали обязательно мое CV показать работодателям. Поэтому первое, скажем так, первый плюсик в копилочку уже у меня есть. Но продолжаем поиски. Дальше, по плану, я хотел заехать на сервис Honda. Но, подъехав к этому сервису, я увидел то, что это находится сервис в обычном доме. Буквально, реально дом. А в доме есть дырка под сервис. А вот так выглядит сервис Honda. Катейка на рецепции. Сидит код, написано Honda. Ну, короче, какой-то просто непонятный сервис. И я, в принципе, хотел походить только по солидным официальным заведениям, которые представляют из себя какую-то красоту и дороговизну. Поэтому в сервис Honda я даже не пошел. И двинулся дальше. А дальше у меня был на пути сервис Audi-Volkswagen. Один сервис в одном здании. К ним пришел, и у них уже был переезд. Они меняли локацию на другой сервис. Они уже частично убрали машины. У них там сидело буквально пару сотрудников. Но все-таки мне удалось пообщаться. Ну что, ребята, идем в центр Audi. Audi. Добрый? Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. командир. Добрый день. Где можно аппликовать свой CV И я потом пошел тихонечко дальше По своим сервисам, а аппликовал уже на следующий день На моей очереди дальше был сервис Lexus и Toyota Я в принципе на них не буду сильно останавливаться Потому что история была одинаковая Я пришел, поздоровался, объяснил, что я хочу И на этом все Они мне дали адрес, куда высылать CV Но девушка на Lexus поинтересовалась, что я вообще хочу Ну и вообще девушки, которые работают на рецепции Это просто сказка Такие симпатяшки, просто милашки Реально, не зря они работают на рецепции В таких автосервисах Внимательные, добрые, улыбчивые То, что нужно Дальше у меня была интересная позиция по поиску Это сервис Mercedes-Benz Я работал в Мерседесе, повторюсь еще раз, в Минске И я очень хотел бы вернуться реально в Польше Здесь в сферу автобизнеса А в Мерседес так подавно Потому что у меня есть знания, у меня есть опыт И было прикольно сюда вернуться Ну короче, я к ним пошел И просто так зайти к ним и оставить CV У меня не получилось Потому что я хотел реально пообщаться уже И в этом момент у меня получилось Я уже к ним откликался месяц назад на их вакансию по сервисному диагносту По мастеру-приемщику Была такая вакансия, я отвлекался на нее Пришел, говорю, ребята, мы коллеги Давайте пообщаемся Я хочу с вами вместе работать Девушка позвонила начальнику И отправила меня к нему на собеседование То, что я был в шоке Ничего не сказать Я реально опешил Я был в принципе как-то и готов внутри Но когда сказали, что мы идем к шефу Я немножко начал плыть Ну короче, мы идем к шефу Мы с ним здороваемся И шеф меня узнает Прикиньте, он просто мне говорит Я ему говорю, меня зовут Женя А он мне говорит, свеленок? И я просто сижу в шоке Что происходит Мам на имя Евгениш Так? Працовала им на Белоруссии В Минску Я когда-то сервисовое С Ивлениок? Так Ну, види паника Я пана познаю по фарши Хе-хе-хе Ну, нет Працовала в Минске Я когда-то сервисовое С родился Мерседес Ну, и очень люблю эти машины И знаю, что я хочу работать Теж с машинами Мерседес Ну, и поэтому шубам працать Ну, и короче У нас с ним случилось мини-интервью Мы с ним прообщались про все Про то, чем занимался в Беларуси Чем занимаюсь в Польше Я ему пытался втереть ситуацию О том, что мне не нужно Никакого разрешения Я могу начать работать Хоть прямо сейчас Мы с ним общались Он мне задал вопросы По поводу того Почему он должен Мне взять на эту работу Долго что-то такое сидел Думал и Присмокивал И потом спросил Сколько мне лет Я сказал, что мне 24 года И он сказал, что я еще маленький Что мне нужно развитие Я видел в его глазах Даже, знаете, какую-то такую Нотку Нотку не страха Но боязнь Это то, что Мол, он говорил такие вещи Ты сейчас вот к нему Срочно на работу Поработаешь Станет скучно И ты убежишь У тебя жена есть? Жены нет Детей тоже нет Ага Ну вот ты сейчас У нас поработаешь И потом Ускочишь Куда-нибудь в другое место Ну, короче, тоже Такая позиция В принципе ясна Он тоже боится Научить Чему-то И потом отправить В другое место На работу Страхи его ясны Мы с ним поговорили Про зарплату Которую я получал В Беларуси Зарплату, которую Он может предложить На начало Работать здесь В Польше Ну и мы с ним договорились На том, что мы пока Думаем И будем на созвоне Поэтому, скажем так Продолжение следует И, ребят Я хочу сказать только одно Реально Если вы едете в Польше И хотите искать Такую-то работу нормальную То нужно учить Польский язык Я по своей методике Выучил польский язык Реально за 10 месяцев Это растянутый период И я еще сижу дома Работаю с дома Компьютер, он стоит на месте Я работаю с дома И мне Польским языком Пользоваться вообще некогда Но я уже могу На собеседовании общаться Я могу к людям подходить С ними общаться Я преодолел этот страх И, кстати, про страх Общения на чужом языке Тоже рассказываю в своей книге Короче, моя книга По ссылке в описании находится Проходи туда Скачивай правный отрывок И потом, если понравится То обязательно покупай Потому что она тебе Поможет выучить польский язык Самостоятельно И почти бесплатно Ну и последняя станция На этот день Была станция Еще одна Мерседес Бенз Всего в Кракове Их 3 штуки А в городе Всего лишь 1 миллион Для сравнения В Беларуси В Минске Вообще в Беларуси две станции А в Минске одна А в Минске живет 2 миллиона Ну, короче, это показывает То, что здесь Немножко другой уровень Заработков и доходов Суть в том, что я пошел Еще в один сервис Который был ближе ко мне В третий я не поехал Он находится очень далеко Даже если меня туда брали Я бы туда не пошел Потому что находится В другом конце города Действительно далеко ездить Что касается второго сервиса Я к ним пришел Там уже компания побольше Они меня опять направили на сайт Где оставить можно свое резюме И потом они, если захотят, то со мной сконтактуются На этом я свой день закончил Потому что я замерз просто как собака В такую дубарину кататься Я, конечно, отчаянно поступил Но все ради вас И ради экспериментов Мне эта работа по факту не нужна У меня работа есть Мне все нравится Я на ней работаю Классно Но показать вам Что в Польше все возможно Это сделать было необходимо И это первая часть видео Если вдруг ты хочешь, чтобы вышла вторая часть Где я расскажу Перезвонили мне, не перезвонили Возможно я изменил работу То обязательно поставь лайк этому видео Расскажи про меня своим друзьям И как только соберется 500 лайков под этим видео Сразу снимаю вторую часть Где рассказываю про какие-то переменные Позвонили, не звонили Короче, подводим полные итоги И делаем эту серию роликов Уже полностью завершенной Потому что пока я показываю Что это реально имеет смысл ходить по рабочим местам Я посетил 7 станций И одна, скажем так, уже пошла в прогресс Понимаете? То есть конверсия очень большая Это больше 10% Это офигеть как круто А можно было потратить реально и 2 дня И 3, и 4 Я просто работаю И столько времени у меня, к сожалению, нету Поэтому, ребят Если вы в Польше ищите работу Обязательно надо ходить Узнавать напрямую у работодателей Конечно, нужно общаться напрямую С руководителями отделений Чтобы уже был какой-то более предметный разговор Для этого надо стараться сразу на них выходить И просить девчонок с рецепции Вызывать к вам руководителей Скажем так, это второй бонус уровень Который можно поднять на этом поприще Короче, ребят Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь, кто еще не подписан И у меня есть инстаграм Где я веду оперативную информацию Про свою жизнь Про свои какие-то эксперименты Короче, там очень интересно Тоже ссылку можно найти в описании Не устану повторять видео Делитесь, пожалуйста Потому что буду снимать скучные новости Про Польшу Буду бубнить Как вот карантин Два часа открыли торговые центры Не хочу я снимать такой контент Ребят, хочу снимать живой Настоящий контент В Польше Который будет радовать и вас И меня На этом все Огромное спасибо за просмотр Ставим лайки Подписываемся До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok